Ну, во-первых, я считаю, что все вот эти вот болячки, которые нам посылает Господь Бог, если верит в то, что мы созданием рук Божьих, это, в общем-то, его инструмент для того, чтобы бороться с неугодными особями, скажем так, которые, наверное, можем попасть и мы с вами. Вот, и в то время, когда выращивают какие-то гемомодифицированные продукты, которые в итоге, ну, смотрите, сначала калечат, а потом начинают лечить. Если бы мы ели нормальные продукты и дышали нормальным воздухом, половина болячек, с которыми сейчас так пытаются бороться, их бы не было. Если бы мы не были такими злыми, зависимыми, тоже не было бы половины болячек, которые неизвестно откуда возникают, вы знаете. У меня однажды мой приятель сказал, что вот эти вот все методы борьбы с наркотиками, это чушь собачья, потому что раньше, положим, в Европе возникала оспа или какая-нибудь чума. Там две трети Европы вымирала, причем приходила она неизвестно откуда и неизвестно, когда уходила. И потом все восстанавливалось на свои места. То есть уничтожалось ненужное количество людей, как он говорит, Господом Богом. То же самое вот с наркотиками. Я думаю, что весьма возможно, что мы пытаемся подменить с собой Бога. И весьма возможно, весьма возможно, что вот это вот гордыня, что мы мудрее, наверное, она иногда нас подводит. Я говорю, что если бы мы сделали то, как жили бы в тех условиях, которые создал изначально, в условиях задачи, дано, которые были даны заранее и не портили бы то, что было нам дадено, то, наверное, не надо было бороться за продолжение жизни, а жили бы мы лет 150. Ну, я не знаю, насколько это интересно, 150 лет жизни, но, во всяком случае, весьма возможно, что так бы оно было. И пели бы песни.